Здравствуйте, уважаемые родители! Приветствуем вас на канале Союза педиатров России. Меня зовут Менщикова Галина Владимировна, я доктор-драматолог, работаю в научном центре здоровья детей. Сегодня хочу рассказать вам о таком кожном заболевании, как переоральный дерматит. Это заболевание часто встречается у детей, и девочки болеют чаще, чем мальчики. Иногда заболевание связано с атопическим дерматитом. Самой частой причиной является местное применение мощных кортикостероидных кремов на кожу лица. Обычно при сборе анамнеза выясняется, что пациент применял эти препараты длительное время. У детей даже препараты гидрокортизона, которые считаются самым слабым, может вызвать переоральный дерматит. Иногда процесс наблюдается у детей, применяющих кортикостероиды в ингаляциях для лечения астмы. К другим возможным провоцирующим факторам относятся фторированные зубные пасты и полоскание для полости рта, а также применение жирных кремов для лица. Клинически заболевание представляет собой скопление розоватых узелков вокруг рта, которые не достигают красной каймы губ. Похожие очаги могут обнаруживаться вокруг носа и глаз. Очаги обычно бессимптомные, но иногда отмечается зуд. Диагноз специалист устанавливает клинически на осмотре. Лечение предполагает отмену местных кортикостероидных кремов, однако надо знать, что после этого процесс на коже ухудшается. Далее доктор назначает наружно кремы с антибактериальным компонентом. Часто в первую неделю при неизбежном обострении процесса полезны холодные водные компрессы, дополнительно к применению наружного лечения. Значительное улучшение наблюдается через 4-6 недель, а для полной ремиссии может потребоваться от 3 до 6 месяцев. Обращайтесь своевременно к дерматологу и будьте здоровы! Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Всего вам доброго!